здравствуйте дорогие друзья мы постараемся оперативно отвечать на ваши комментарии и на ваши вопросы итак мы сегодня затронем вопрос которого пожалуй стоило бы начать первое наше занятие по машине его опять вопрос такой моя машина не вяжет давайте рассмотрим что такое машина не вяжет я люблю машину сравнивать чтобы было понятнее с организмом что такое боль в организме это сигнал головной мозг о том что с организмом что-то не так и вот если мы рассматриваем машину как организм машина не вяжет значит что-то у нее болит при этом вы можете купить абсолютно новую машину которая в кавычках не вяжет это не значит что она не вяжет это значит что ей просто нужен уход во-первых зависит от того где это новая в кавычках машина пролежала потому что как известно машина него давно не выпускаются и на некоторых из них штамп о продаже магазина вообще восьмидесятые девяностые годы то есть считаем сколько лет и понимаем что с ней могло произойти очень много зависит от того где хранилась эта вязальная машина которую вы приобрели либо она была у вас досталась от мамы бабушки одно дело если машина хранилась в сухом помещении но это нужен предварительный уход прежде чем начать на ней вязать металл из которого выполнена эта игла абсолютно отличается от металла из которого выполнены иглы вязальных машин брайзер сильвер и последних китайских машин они все между собой отличаются по качеству какая может быть проблема язычок иглы не отбрасывается свободно был вопрос о том например часть игл вяжет часть их не вяжет вам следует те иглы которые те часть которые не вяжут проверьте достаточно ли вот так свободно отбрасывается язычок он должен лечь на основании на тело иглы и при закрытии во первых он должен очень свободно закрываться при закрытии лечь на головку иглы при рассмотрении иглы она должна быть ровной и кстати вот это ровно очень влияет на качество полотна обратите внимание если ваше полотно не однородное то есть часть петель провязана красиво и ровно и часть петель с другим расстоянием между петлями между рядами столбиков петель то возможно игла не ровно здесь есть два варианта вариант первый либо ее выпрямить что я очень часто делаю с иглами машина него игла точно так же как я показывала видео по уходу за машиной брайзер и сильвер должна ровно лежать и при нажатии не должна пружинить если же игла не лежит ровно значит ее нужно либо заменить либо подогнуть металл который использован в машине него очень качественный прочный металл кстати даже более прочный чем на машинах брайзер и на машинах сильвер этот металл от долгого не использования за ним придется поухаживать и если применительно к машинам брайзер и сильвер я показывала что нельзя ни в коем случае поливать машину маслом то каретка машина него как раз тот случай когда ее можно поливать маслом устроена она очень просто там нет никаких сложных механизмов которым масло может повредить напротив масло для этой машины как таблетка от боли и вот эту как раз машину особенно если она долго пролежала и не использовалась нужно полить маслом и убедиться в том что все рычаги без скрипа без задержек работают так как должны работать вы даже можете не знать как же они должны работать вам достаточно перевернуть каретку и пощелкать рычаги каретки и убедиться в том что они хорошо пружинят и хорошо работают точно так же с рычагами частичного переплетения и я говорю именно о масле заметьте то есть не о каких-то абразивных веществах не о силиконе именно о масле и так все эти рычаги мы хорошо поливаем маслом а если машина не использовалась много лет ее стоит вообще разобрать хорошенько подержать именно в масле чтобы все рычаги снова начали работать после этого рычаги протираем совершенно иное дело если ваша машина стояла где-то в сыром помещении тогда могла ее коснуться ржавчина и коррозия и здесь нужно быть особенно предельно аккуратным потому что если вы как рекомендую зальете иглы или зальете машину какими-то абразивными средствами то с ней произойдет следующий вот петлю ловитель который залили в d40 как некоторые рекомендуют обратите внимание на металле да она очистилась да это игла очистилась от налета но на ней пошла коррозия и потемнение рядом с этой иглой вы можете видеть что они отличаются уже даже по цвету поэтому я вам советую не прибегать все-таки к советам советчиков которые рекомендуют залить в d40 и почистить потому что вы получите никуда не годные иглы абсолютно никуда не годные которые вот тогда уже точно вязать не будут и вам придется просто заменить эти и для начала можно попробовать более легкий способ их реанимировать в этой машине нет ничего что может повредить масло можно использовать вот такой простой метод просто маслом залить иглу и особенно это актуально в местах где язычок соединяется с иглой вы должны добиться того чтобы язычки откидывались совершенно свободно и нигде не стопорили если ваш язычок будет стопориться это в конечном итоге кстати очень быстро приведет к поломке иглы к искривлению иглы и просто к не провязыванию петель вместе этой иглы поэтому можно сделать вот так и этой машине это не повредит начинаем работать кареткой в холостую здесь нужно запастись терпением потому что машина которая очень долго не была в эксплуатации ее нужно разработать и здесь как раз очень хорошо подходит поговорка спешка нужна при ловле блок но не при разработке машины которые давно не было в эксплуатации начинаем от центра по небольшому количеству петель гонять каретчик холостой без пряжи для начала далее начинаем прибавлять по 10 кингу и смотреть обратите внимание после прохода каретки у меня все язычки иглу отброшены назад видите то есть у вас должно быть также язычки иглу отброшены назад при проходе каретки если этого не происходит выдвиньте эту иглу где это не происходит у меня это произошло но как пример показываю посмотрите достаточно ли свободно падает язычок когда вы его отталкиваете и если нет если к этому приходится прилагать усилия то значит особенно проработать эту игру возьмите промасленный кусочек ткани ветоши и потрите иглу хорошенько вместе соединение именно там где крепится этот самый язычок обратите внимание прямо ли ровно ли лежит этот язычок потому что возможно этот язычок искреблен в сторону так вот здесь я вижу искребленный язычок иглы язычок сам откидывается но его кончик несколько искреблен вы видите он не ложится точно на головку иглы велика вероятность того что при провязывании именно эта петля на этой игле будет некачественно провязываться либо в каких-то моментах не будет провязываться вовсе и в конечном итоге этот язычок просто искривит на сторону или его заклинит поэтому чтобы этого не дожидаться когда это произойдет берем ручки высоте же подойдут конусы не подойдут обычные плоскогубцы потому что у вас просто не получится захватить правильно и начинаем легкими движениями и выравнивать не спешите сделать это сразу потому что здесь буквально миллиметры вначале выравниваем только кончик язычка уже ровнее видите но еще недостаточно ровно и еще ровнее и буквально еще на 0 миллиметр именно работаем с кончиком вполне подойдут утконосы для выполнения ювелирных изделий потому что полностью хватать язычок не нужно нужно исправить выпрямить его кончик прорабатывая машину в холосту постепенно вводим работу все и ваши задачи здесь почувствовать везде ли каретка проходит с одинаковым усилием и если где-то требуется усилия больше то на этот участок игл нужно обратить особенное внимание я вам скажу больше того если машина даже была в эксплуатации но например человек который на не вязал работал на определенном участке и и не заходил дальше например ему было достаточно в среднем 100 120 петель и он использовал только вот эти центральные то велика вероятность того что краевые будут вязать плохо поэтому обязательно не жалеем времени и следующим этапом для запуска нашего нового старого мастодонта в эксплуатацию и в работу будет ее прогон на пряжи лучше всего шлифуют машину и шлифуют иглы это все-таки вискозная пряжа вроде бы она нелегко вяжется но она очень хорошо шлифует иглы и придаст им окончательного блеска и так давайте начнем обкатывать нашу машину посмотрим как это вообще можно сделать начнем с центра выполнить заработок я использую вискозу подробнее как выполнить такой заработок есть в нашем предыдущем видео во первых спешить не нужно во вторых мы слушаем машину что значит слушаем одинаковые ли ощущения у вас когда вы проходите через иглы нет ли нигде какого-то особенного затруднения почему на этом сейчас останавливаюсь у меня есть ученица на наших действующих курсах которая испортила машину буквально связав на ней три изделия и все потому что мастер у которого она училась сказала я что тяжелый ход каретки это нормально так вот девушки тяжелый ход каретки это не нормально он говорит о нескольких вещах либо машина нуждается в уходе она как боль в организме кричит что нужно на что-то обратить внимание либо мы используем неподходящую пряжу для этой машины либо подходит пряжа но не подходит плотность но это ненормально потому что тяжелый ход каретки в итоге приведет к поломке каретки и к порче и один ряд одна игла разрабатываем каждую 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 иглу причем пусть даже при этом машина будет залито маслом да возможно вы испортите моток вискозы ну и что зато вы получите хорошо работающую в конечном итоге машину которая будет вязать потому что важно понимать что это не машина не вяжет это мы с ней что-то делаем не так добавляя по одной и две вы должны убедиться что при добавлении иглы игла включилась сразу же в работу и она провязывает сразу же таким образом отработайте все иглы возможно кому-то это покажется ерундой и зачем на это тратить время ну тогда вы можете тратить время на исправление дефектов полотна и потратить массу времени на то что все равно не вяжется и не получается здоровья вашим машинам терпения вам